Белоруссия и Кыргызстан готовы вместе собирать технику, открывать совместные производства и наращивать торговлю сельхозпродукцией. Об этом было заявлено сегодня на встрече премьеров двух стран. Переговоры прошли на полях Межправсовета Евразийского экономического союза. В этом году главы правительств пятерки встречаются в Алматы. Уже завтра большая дискуссия о будущем интеграции, а сегодня день двусторонних встреч. В Казахстане работает наша съемочная группа и все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк. Первая встреча по линии евразийской интеграции в этом году проходит в очном формате. Конечно, по такому живому общению, когда и взгляды, и жесты о многом говорят, соскучились, потому что многие переговоры, деловые в том числе, проходили в последние 20-е годы больше по видеосвязи. Но в Казахстане в этом году председательство Евразийском экономическом союзе было решено, что первая встреча на уровне премьеров Межправсовета ЕС пройдет в Алматы. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм и с масочным режимом, а также все члены делегации и средства массовой информации прибывают сюда со свежими отрицательными тестами ПЦР. Это обязательное условие. Но все же о большой интеграции в рамках пятерки будут говорить с глазу на глаз. Основная дискуссия, основные спорные моменты пройдут уже завтра на полях Межправсовета. Но сегодня, в первый день, это двухсторонние встречи. И вот сегодня премьер Беларуси встретился со своим коллегом из Кыргызстана. Говорили, конечно, о взаимных интересах в рамках Евразийского экономического союза, а они есть, а также много планов и на совместные двухсторонние контракты. Они развивались во многих сферах. В последний год, из-за пандемии, из-за того, что была турбулентность в общественно-политической жизни Кыргызстана, многие переговоры были поставлены на паузу. Сегодня мы готовы вести переговоры с новым правительством. У нас уже есть совместные перспективные проекты. Кстати, в этом году запланировано и проведение совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Она пройдет в Кыргызстане. Запланирован и бизнес-форум. Но много проектов на перспективу. В частности, некоторые озвучил белорусский пример. И они касаются сферы АПК. Давно развивается сотрудничество по сельскохозяйственному машиностроению. В том числе и мы импортируем отдельные элементы, в частности, в хозяйственной технике, в частности, радиаторы. И достаточно давно рассматривается, я полагаю, взаимодействие по этому организации сборочного производства тракторов на базе этого предприятия. Двухсторонние встречи на вечеринке и на завтра. Белорусский премьер встретится с своим коллегом из Казахстана. Ну а после ждается форум. Это цифровая перезагрузка, рывок в новую реальность. Говорить будут о совместных проектах, о новых услугах. Ведь IT-вектор диктует и новые формы сотрудничества, в том числе и в рамках пятерки. Ну а далее основное заседание – это Межправсовет Евразийского экономического союза. Сначала в узком, а после в расширительном составе. На повестке дня 11 вопросов. Но если говорить о ключевых, то это, конечно, о снятии барьеров и ограничений в торговле между странами, чтобы развивалась добросовестная конкуренция. Кстати, в прошлом году, когда председательство Беларусь, из 19 были сняты 11 ограничений. Ну и самое главное, чтобы не появлялись новые, и работа в этом управлении будет продолжена. Говорить будут, конечно, и о кооперации, в первую очередь в промышленности, чтобы страны не конкурировали какими-то похожими продуктами, а больше сконцентрировались на том, чтобы создавать совместные бренды и выходить на рынки третьих стран. Ну и вопрос, который пока остается открытым и будет обсуждаться завтра и на уровне премьерок, и когда к ним подключатся и члены делегации, это создание общего рынка газа. Светлана Луквенюк, Илья Максимов, агентствователь новостей Алматы, Казахстан.